Ну что ж, сегодняшнюю тему мы решили посвятить в такой штуке, как управление своим состоянием. Несмотря на то, что об этом много говорят, этим активно интересуются, тема все равно привлекает к себе внимание и вопросы, как справиться с этим состоянием, а как себе включить хорошее состояние, а я вот не могу меня захватывать. Это действительно нормально, это действительно наша жизнь, мы и люди, мы эмоциональны. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но идея, как управлять своими состояниями, чтобы это было, с одной стороны, как-то подконтрольно, а с другой стороны, эмоции были уместны, все равно уже интересно и прикольно испытывать. Но вот когда они на своем месте, это гораздо лучше, чем если они нас захватывают, потому что мы не можем с этим ничего сделать. И сегодня мы хотим об этом поговорить. Потому что все правильно, потому что говорить и писать это все, так сказать, мимо денег. Надо делать. Если что-то с состояниями не то, надо делать, чтобы было то. Если что-то там как-то, надо делать, чтобы было вот так, как нормально. Собственно говоря, почему мы эту тему поднимаем? Да, с одной стороны, вот как мы сейчас здесь сидим, просто разговариваем, да, там, казалось бы, это просто еще один раз поговорить про состояние, но с другой стороны, мы же НОП-ТВ, мы же телевидение, которое, единственное телевидение, которое честно использует НОП в своих эфирах. Вот, поэтому мы не только поговорим, но и все сделаем. Если кто-то сомневался, будьте уверены, программирование в полном ходе. Обязательно все получат все, все избавятся от всего, потому что это телевидение великая сила, особенно вот и телевидение. Ну что, давайте начнем, наверное, с вопросов достаточно простых, ну, наверное, с которыми чаще, может быть, СО встречаются. Ну и простых в точке зрения решения. То есть эмоции, которые, эмоции и состояния, которые, ну, давайте, не дотягивают до того, чтобы быть ужасом, да, не дотягивают до того, чтобы там, там, а, все пропало, или там, доктор, сделать мне укол, чтобы все прошло, да, или все началось. То есть состояние, когда, казалось бы, вот в целом все нормально, ну, есть вот чего-то такое, жить с этим можно, но оно, как вот, ухудшает, ухудшает, наверное, общее состояние жизни, вообще качество жизни. Вот запланирован отпуск, да, билеты куплены, там, все уже настроено, все хорошо, все классно. Одна маленькая проблема – отпуск будет только через месяц, да. И, собственно говоря, там, человек, например, уже, там, какой-то часть у себя он уже, как бы, в этом отпуске, вот, а остальную часть у себя он, как бы, еще на него немножечко зарабатывает, да. Он больше части в отпуске зарабатывает, без тем, что осталось. Вот, ну, вот здесь уже, как раз, вопрос, да, потому что, если у человека, как раз, самая большая часть уже в отпуске, да, то там, конечно же, уже ему прям вообще тяжело. Если у него меньшая часть уже в отпуске, а он, все-таки, больше части на работе, то ему просто немножечко неприятно. То есть просто немножечко уже все достало, потому что там хочется работать. Конечно же, это сказывается на работе в том числе, и, конечно, к нему коллеги начальства могут относиться снисходительно, понимая, что человек там уже действительно не здесь. Иногда работа может вот это пережить, а иногда как раз такие самые важные дела, которые откладывались на потом, они в срочном порядке доканчиваются, пока человек не ушел в отпуск, срочно начинают звонить поставщики, которые узнали, что вот сейчас этот человек уйдет в отпуск, и наоборот, накал страстей возрастает, возрастает, а человек уже морально не здесь. Конечно же, это снижает и продуктивность работы, и ощущение того, что происходит, вызывает уже раздражение и к коллегам, и к поставщикам. Особенно коллегам. Да, коллегам говорят, ты скотина, и так в отпуск едешь, так еще и не работаешь уже, это возмутительно. Ну да, ну да. Так что же, Юля, делать такому человеку? Вот, он как дожить до отпуска нормальным, да? Думаешь, надо помочь, да? Да, конечно, надо помочь, иначе его не отпустят в отпуск или завалят до отпуска. Да, помочь мне можно. Можно помочь. Давайте так. Мы будем все-таки исходить из того, что любые наши состояния, они являются хорошими. Они хорошие, они нам дают что-то ценное, важное, там, приятные переживания. Может, не всегда приятные, но, опять же, для чего-то нужно. Вот. Другое дело, что вот эти состояния могут получаться не тогда, когда нам это действительно нужно. Я вам могу сейчас вот предложить такую штуку для управления подобными состояниями. Ну, для примера, раз уж мы взяли отпуск, давайте отпуск. Для кого актуально прямо сейчас, садитесь удобно, и сейчас будем разбирать, как себя немножечко переключить. Должить этот последний месяц для отпуска. Как говорят инфраструктурные смены, доставьте лайки и садитесь поудобнее. Доставьте плюсики и садитесь поудобнее. Да. Все остальные, кому не про отпуск, но есть какие-то другие состояния, которые контрпродуктивные, которые немножко мешают работе, а может немножко отвлекают от работы. И они хороши, но вот их бы испытывать потом где-то в другом месте, а на работе бы по работе. Вот. Давайте начнем вот с такого, с такой идеи. Это состояние, если оно вам уже мешает, значит оно по своей силе гораздо выше, чем состояние эффективности на работе. Ну, чем вот ваша привычная увлеченность. Я немножко склинюсь немножко, да? Я немножко склинюсь немножко, да? Эта же техника, я так понимаю, подходит, и если человек вдруг на отдыхе начал думать о работе. Подходит, подходит, да. Когда все хорошо, ты уже в отпуске, или ты отдыхаешь, или в конце концов там выходные, да, или просто любое состояние, да, любой контекст, в котором у вас есть. Есть какое-то другое состояние, которое в этом контексте, ну, является... Ну, неадекватно, потому что они на своем месте. Это, как получается, смешение контекстов. Вместо того, чтобы, например, на работе работать, человек думает про вот их. Вместо того, чтобы, когда он приехал и отдыхать, он там постоянно думает о работе. Да, это хороший пример Андрей привел. Поэтому, в том числе, да, если вы с таким сталкиваетесь, или вам еще впереди предстоит, да, вы уже будете знать, что делать. Итак, вот оцените свое состояние сейчас. Вот сейчас его ощутите так, как вы его обычно ощущаете на работе. Когда вам нужно делать дела, оно вас отвлекает мыслями приятными, куда-то уводит, мечты, планы и так далее. Вот это состояние сейчас его в теле поймаете, а перед собой мысленно представьте, ну, какую-то шкалу от нуля до десяти. И примерно оцените, на сколько баллов тянет сейчас ваше вот это внутреннее состояние, которое не на своем месте. Ну, сколько там может быть, скорее всего, это выше среднего, а чаще всего, может быть, там, семь, восемь баллов. У кого-то может до десяти зашкаливать. Вот, этот момент тоже, там у каждого будет свой балл. Зафиксируйте. Вот когда вот такое состояние у меня, сила, это вот сколько-то баллов. А теперь немножечко отвлекитесь и подумайте о том, а если бы вы немножечко меньше, чуть-чуть меньше испытывали это состояние. Вот на рисочку, на один балл ниже, да, например, если было восемь, то стало семь. На семь баллов, то как в теле бы это вы ощущали? Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 сложные состояния, с которыми действительно можно диссоциироваться, чтобы просто сохранить холодный голову, чтобы в том числе подумать, например, что это такое, зачем это, чтобы без влияния эмоций спланировать, что вы делаете, зачем вы это делаете. И, наверное, настала пора поговорить про какие-нибудь такие состояния. А можно ли... Вот у меня никогда-никогда такого не было, а я хочу, чтобы оно у меня было. Вот можно ли или нет как? НЛП могучая штука или нет? НЛП может всё. Вопрос зачем, это уже другой вопрос. И ответ на него. Если хочется, то всё можно. Вопрос зачем, да. Вопрос зачем. Мы давайте оставляем правильное дело на долю данного решения каждого человека. Потому что чего-чего мы не собираемся ни в коем случае говорить. Это объяснять вам, зачем вам что-то нужно. Это нам совершенно не интересно. Нам достаточно вашего ответа, что мне интересно. Я просто так хочу. Уже не есть. Зачем? Уже там этого более чем. Так вот. Интересно ли вам, да? Входите ли вы? Или мы сейчас эту фигню просто не будем говорить? Ага. Ага. Ну так вот. Как говорят наши друзья инфобизнесмены. Ставьте лайки, пишите плюсики, если вам интересно. Ну да, да. А мы так это снова рассказываем, устраиваем, трансуем, да. И если немножко подзабываем, что могут быть вопросы, мы готовы на них отвечать. Да, конечно. Мы, слава богу, это не настоящие инфобизнесмены. Поэтому можно писать в чат вопросы. Мы на них, конечно же, отвечаем. Мы именно для этого проводим прямые линии. Так бы мы, конечно, могли просто тупо рассказывать все, оттарабанить и не поговорить. Но мы специально хотим прямую линию. Потому что, конечно же, мы знаем, что вам интересно. Конечно же, мы ждем ваших вопросов. Да, Ольга. Спасибо. Ну что ж, так, а как, Юля? А как они могут это сделать теперь? Вот в чем вопрос? Им интересно. А ну-ка, расскажи-ка, расскажи-ка. Вот. Как создать новое состояние, которого раньше не было? Давайте так. Добавить радостности. Вот да. Отлично. Спасибо за вопрос, за примеры. Вот как раз таки, когда есть допрос, как-то сразу понятно, с чем работать, что предложить. Давайте создавать. Как это ни странно. Мы, используя это для этого, будем ровно те же самые, как бы те же самые шкалы, о которых Юлия уже сказала в начале нашего прямого эфира. Но теперь, а теперь польское это состояние нам там не очень знакомое, то нам, естественно, пригодится, наверное, некоторое количество этих самых шкал. И вот давайте представим себе, да, вот какое-то состояние, вам очень хочется какое-то состояние, чтобы оно у вас было. Вы про него не то, чтобы очень много знаете, но знаете примерно. Может быть, когда-то было. Может быть, было что-то похожее. Может быть, вы примерно знаете, что у кого-то есть, и вам тоже бы это хотелось, да? На что оно похоже для вас? Из чего оно состоит? Да? Вот как вам кажется, какие там есть внутри состояния. Мы иногда можем видеть какого-то человека, наблюдать его кольфовое состояние и даже его как-то для себя назвать, да? Но при этом мы четко знаем, что мы не знаем, как это изнутри его пережить, да? Мы его никогда такого не переживали. Мы можем попробовать его сконструировать. Да. Мы можем сформировать его, да? И тогда что мы делаем? Мы начинаем пытаться это состояние для себя объяснить, находя похожее или нет. На что оно похоже? Ну, это, например, как будто бы радость, говорит человек, но не совсем. Вот там что-то еще ну как-то. Ну, это всё-то. Радость, да? Почувствуйте сейчас, например, радость, да? Или какое-то другое состояние, из чего вы хотели сложить новое. А там есть, например... Почувствовали? Асгард. Ну, давайте сейчас. Почувствовали радость, вот, где там она чувствуется? И вытащите её так же вот так, без себя. Это сейчас идея не для того, чтобы её выкинуть, а для того, чтобы вы её расход сложили радость. Радость здесь у вас находится. Вы нашли тот элемент, кусочек, который у вас в опыте хоть как-то доесть. То есть это еще далеко от того большого образа какого-то у человека. Но вот кусочек из себя вы достали нашли. Радость там совершенно точно есть, говорит человек. Но там не только радость. Там что-то такое еще должно быть. Азартик там еще. Ну, может быть, азартик, да. Хорошо, азартик. Хорошо говорим. Ну, представь, что оно вот так вот так вот так идиотно. Да, человек представляет вот здесь. Доставай и туда присоединяй. Ну, в этот единый образ. Раз, ох. Что еще? Ну, да, там радость, азартик. Ну, там еще должно быть что-то такое. Так, а что там еще должно быть? А ну-ка, напишите нам. Напишите нам, что там еще должно быть? Ой, что еще там должно быть? Кому чего не хватает радости и азартам. Да, мы сейчас создадим. Давайте, пока вы думаете, да, например, что-то такое, вот такое, что-то такое масштабное, такое вот, как будто бы все настоящее, говорит человек. Такое ощущение, что вот так вот. Настоящее, да. Хорошие слова. Хорошо, например, мы почувствуем, когда оно есть. Вытащи и давай туда же, да, вот туда же, в этот самый коктейльчик. Понятно, что этот шарик изменяется. Мы можем даже предлагать человеку посмотреть. Мы сейчас вам предлагаем тем, кто это делает. Да вы смотрите, как меняется этот шарик. Ну, меняются цвета, может быть форма, может быть что-то. Может быть это с самого начала был не шарик, а какой-то объект, да? Не важно. Главное, смотрите, что он как-то изменяется. Что еще добавить? Так, народ зависит. Ну, смелость. Смелость, отлично. Хорошо, а как я чувствую смелость? Так, я чувствую, когда смелость, когда пух, когда рух, что вот так смелость я чувствую, да? И вот это то, что туда раз, пять, что-то поменялось, да? Раз, два, три, четыре, пять. Шарик надо растаять у нас, да? Туда, сколько и... Таскиваем. Так, растет, увеличивается. Увеличивается. Ярше становится, да? Когда вы набрали туда все вот эти вот знакомые вам состояния, из которых вот это новое собирается, да? Вы тогда берите и раз себе. И все, и прямо вы чувствуете, что вау, вообще, вот оно все. Вместе там смелость, радость, азар. И настоящая туда, вон, все, вот это вот, да, все, все, добра. Я, как этот... Вы крем поставили, там, водичку, да? Можете ставить кремы, мази, я их заряжу, вы сможете ими мазаться. Во всех местах. Все нормально. Теперь, когда это есть, когда вы это почувствовали, да? Вот теперь шкалу. Ну, сколько это состояние в шкале? Пять, шесть, четыре, сколько? Усильки. Да. Когда у вас уже сформированное новое состояние, вы можете его произведать в шкале. Бывает так, что вот смог его сформировать, оно то самое, вот точно знаю, то самое. Ну, что-то вот маловато, там, на пару баллов тянет, это хочется, чтобы, там, десяточка, да, или вообще соточка, все, все ограничивать. Это же ваша шкала, да? Вот. Поэтому, когда вы сформировали состояние, подключайте шкалы. И точно так же прописывайте. И самое прикольное, и вот, скажем так, добавить действенности вот этой штуки, если вы вот каждый уровень усиления вот этого состояния, там, больше или меньше, вы вспоминаете жизненные ситуации, где вот этого состояния нужно много. А в каких-то ситуациях его нужно мало, где-то там вот совсем чуть-чуть, где-то средненько так вот. И тогда вы начнете замечать, что оно у вас так вот хорошо начинает само регулировать себя. Ну, и еще давайте одна такая маленькая хитрость. Если у вас есть какое-то состояние, которое бы вы хотели, чтобы оно прям действительно было с вами всегда, и может быть, даже некоторым таким фоном, да, фоном, чтобы на этом фоне все происходило. То есть, если бы вы хотели, чтобы вы всегда были там радостными, ну, то есть, ну, не в смысле восторженного дебила, да, а в смысле, что такое вот, ну, состояние, состояние позитивное, такое базово-позитивное состояние, тогда вы возьмите вот это состояние, которое вы по шкале усилили, и сделайте следующее. Вы его полностью распространите по всему вашему телу. Сколько времени для этого нужно, сколько и возьмите, да, просто спокойно, и прям вот все-все-все, что везде, голова, руки, там, ноги, плечи, да, Оля, Оля узнала, и конечно. Вот, кто ходит на тренинги, тот все знает. Ходит на тренинги, да, там телевизор не нужен, вот так все знает, молодец. Распространите состояние по себе, а дальше распространите его за пределы своего тела, как если бы вы просто чем бы не занимались, где бы не находились, как бы находились всегда немножечко в дом. Тогда там произойдет интересный момент, это состояние снизит свою эффективность прям скачком и превратится в такое вот, как сказать, в такое вот действительно фоновое состояние. Вот, если мы говорим, да, идеей базовых эмоций, вот, та самая базовая эмоция, которая привычная реакция человека на все. Так вот, если вот это мы, например, возьмем радость и вот таким образом во всю свою жизнь ее включим, да, то вплоть до изменения вот этой самой базовой эмоции, у вас просто будет некоторая фоновая радость, всегда все остальные эмоции, они будут, они никуда не берутся, но они будут исключительно на фоне, на фоне этой самой радости. Соответственно, радость будет радостнее, печаль будет менее печальной, злость будет, опять же, с элементами радости, да, там страх будет, опять же, тоже такой немножечко размазанный, вот, да, Ольга правильно совершенно говорит, действительно мы даем эти техники, в том числе на наших тренингов, да, и там по-разному, но вот, не все приходят на тренинги, да не все находятся с нами в одном городе, поэтому мы делимся, вот, делимся через телевизор, благо у нас есть, у нас есть гипнотический диагноз, и мы можем, мы можем через телевизор это все делать. Да, все мы можем. Конечно, на тренингах просто есть больше времени для детальной проработки, индивидуального, да, вот такого формирования, там, состояния, там, включения, да, но тем не менее, если, вот в таком формате, это тоже вполне себе варианты рабочие, поэтому мы там рассказываем вам, пользуетесь, и если вы там понимаете, что у вас там получается, или у вас там наоборот возникают какие-то еще вопросы, пишите нам, мы готовы пообщаться, обсудить, там, возможно, где-то что-то подсказать и там записать дополнительные какие-то материалы, так что, да, проверяйте. Меня как программиста в прошлом безумно радует, на самом деле, современный мир, технологии, развитие технологии до того, что вот сейчас вот так вот можно помещать, да, а вы нас смотрите, это, там, некоторое время назад было практически, ну, вот, я помню те времена, когда, не то чтобы видео не могли транслировать, когда люди, чтобы аудиоподкасты делать, и то не все могли, то есть там некоторые, у которых прям есть по-настоящему крутой интернет, могли слушать аудиоподкасты вживую, ну, и такие же люди могли их ввести, эти самые подкасты, и это на самом деле было не так, чтобы очень давно, ну, мы же, конечно, на память просто очень хорошие, и кто знает, да, ну, по мне так это было фактически не очень давно. Более того, ну, и сейчас, как бы, где-то не везде нормальный интернет, но, тем не менее, в общем, да, в общем, как бы, по миру сейчас технологии шагнули очень сильные, мы реально можем многие технологии, там, психологии, ну, и на вот этого вот передавать вот так вот через, не все, конечно, пока что не все, но то, что мы можем, как бы, делаем, то, что мы можем рассказать, вот так вот рассказать, показать через телевизор, мы делаем, то, что мы можем сделать в рамках дистанционных способов, мы делаем, вот, это здорово, потому что это позволяет, позволяет действительно реализовывать, реализовывать ту самую идею, идею, заложенную еще там, мы, мы учим людей пользоваться их собственным мозгом, вот, собственно, вот так вот, да. Так, ну что, есть еще вопросы? Ну, кстати, у вас получилось, кто-то, если делал, как ощущения, впечатления, поделитесь? Ставим плюсики, у кого получилось. Да. Я очень жду, когда у нас интерактив дойдет для того, чтобы мы вас всех видеть были. О, это было бы вообще круто, да. Ну, это конференц-связь, да, ну, какая-то, должна быть очень множественная конференц-связь. Ну, да, множество конференц-связь, там, или там, голографические штуки, ну, я думаю, это все не за горами, осталось потерпеть каких-нибудь, там, лет пять, может быть, или типа того, будет вообще, конечно, огонь, мы окончательно избавимся от этого, от этого вот, ставьте плюсики, лайки, нажмите тыкву, если у кого получилось, нажмите тыкву, если у кого получилось, не все. Да, я еще жду того момента, когда мы сможем избавиться от проводочков, вот прям вообще, наверное, моя голубая мечта. Да, Ольга, Ольга, все правильно, трудность, непривычки, да, и я думаю, не только, я думаю, не только, Ольга, любая непривычная деятельность вызывает некоторые проблемы. Вызывает скрип мозга. Вызывает скрип мозга, да. Да, это здорово на самом деле, это говорит о том, что это пошел процесс обучения чему-то новому. Наш мозг не особо любит учиться, более того, эволюционно он как бы и не вполне приспособлен к этому, ну, свыше определенного возраста. И поэтому для того, чтобы чему-то новому научиться в возрасте, скажем, более чем 25-30 лет, да, это надо прикладывать реальные усилия. То есть, чего-чего, давайте, ну, если сравнить, да, сколько времени нужно, чтобы, там, научить вашу, там, маму или бабушку пользоваться сотовым телефоном, ну, в смысле, там, через некоторое время назад, да, там, даже если сотовый телефон с огромными буквами, с огромными кнопочками, все равно целое дело, да, сколько времени понадобилось вашему ребенку, чтобы на iPad научиться шариться по Ютубу, да, подписываться, там, чего-то там, и что-то еще, да, когда маленькая, маленькая дочка моя приходит и говорит, папа, я хочу смотреть, я чуть-чуть подрасту, как и буду снимать Ютуб пранк, мне пришлось пойти поискать, что-то такое, что она будет делать, как в этом самом Ютубе. Развить свой мозг, да? Развить свой мозг, потому что вот так вот. Ну, есть хорошая новость, что, да, с одной стороны, конечно, мозг не любит учиться, но именно поэтому он учится очень быстро, ну, там, сделал дело, гуляй смело, да, уж если вы все-таки поставили перед ним задачу, да, и он понял, что вы не отступите, он очень быстро вот это новое поведение, вот эту новую стратегию там себе запишет, запомнит, поймет, что надо делать, и вы больше к этому там специально, осознанно не будете возвращаться, а пока не станет зачем снова, да, например, вот. Поэтому вы уж вот этот момент скрипа там преодолейте, буквально два-три повтора по стратегии, и, собственно говоря, все в порядке, потому что действительно, мне кажется, вот те техники, о которых мы сегодня рассказали, они гораздо проще, чем научить маму пользоваться смартфоном, да. И давайте еще, еще как бы в завершении, да, в завершении нашего, нашего прямого эфира, еще парочка лайфхаков по поводу обучения своего мозга, ну, в том числе вот этим у вас стратегиям, да, если вы свое состояние, например, ухилили или уменьшили, или диссоциировались, и это прям сразу дало вам возможность более эффективно решить некоторую задачу, то все прекрасно, у вас мозг сразу запомнит, что вот, и это круто, потому что, потому что задача, которая перед вами стояла, оказалась решена быстро, дальше начинается там дофамин, там, нейрология, подкрепление позитивное, все, стратегия инкрируется практически мгновенно. Но, если, например, некоторый такой вот навык ментальный вам нужно потренировать без, без явной и непосредственной обратной связи, тогда есть хитрость, накормите себя после этого конфеткой. Сделали упражнение, то есть явным образом ничего не случилось, да, явным образом вы не решили никакую задачу, чтобы организм мог сам вас дофамином подкрепить. Поэтому вы возьмите просто шоколадную конфетку, маленькую, ау, быстренько съели, там или стакан маленькую, потому что там здоровый образ жизни, похудения, все это, и все остальное, то есть это тоже важно, мы про это тоже как-нибудь поговорим, да? Ну хорошо, ладно, конечно, может и большую. На самом деле, конечно, имеет место тут не то, чтобы размер этой самой конфетки, да, а то, чтобы мозг получил быстро вот эту самую быструю приводу, это быструю энергию. Как только он быстро ее получил, он считает, что к этому привела стратегия. То есть раз после того, что я вот это сделал, у меня повысился уровень энергии, значит это прям нормальная штука, надо ее делать. И вот, вы некоторым образом себя таким образом дрессируете, конечно, типа сделал хорошее на конфетку, сделал хорошее на конфетку. Ну, собственно говоря, а что бы нет-то, да? Да ладно, а что бы нет, да. Вообще, да, если вспомнить детский период, это в принципе дрессировка. А кто съел супчик, там конфетку. Ну да, мне кажется, ты прям так это, напрасно к этому слову. Просто в детстве, да, если, скажем, в детстве нас, ну, отчасти дрессировали наши взрослые, родители, бабушки, если в зрелом возрасте нас дрессируют китологи, рекламисты, да, то, ну, в конце концов, просто могут себя дрессировать, там Бог велел. Раз уж все, кроме вас, это делают уже, да, то, наверное, вам тоже можно. Несмотря на то, что слово звучит не очень хорошо. Не умею радоваться достижениям. Вот, неплохой вопрос в завершении. Ольга, не умею радоваться достижениям. Давайте так, а вы насколько хорошо их себе представляете, эти самые достижения? Мы говорили, наверное, на прошлом, на прошлом телевидении, на прошлом прямом эфире про цели. Если, если ваша цель прописана хорошо, то есть четко, сенсорно и классно, да, то есть если вы точно знаете, что это достижение, и точно знаете, что вы достигли, тогда включается вот этот самый, там, ну, там, дофаминовый, там, гормональный цикл, да. Если, если вы не четко представляете достижение, если там где-то есть аморфности, то тогда он не включается, потому что вы, ну, фактически вы никогда не достигаете, потому что вы не знаете, чего вам достигать. Вот это вот, обратите внимание на вот этот вот момент. Ну, а с другой стороны, как бы, все верно, если даже вот это не работает, ну, конкретно работает завсегда, потому что выстрелы приходят. Все нормально. А здесь, как бы, обмазка, ну, шалку работает. Ну, да. Ну, что ж. Ну, что ж. Пожалуй, пожалуй, наверное, на этом на сегодня. На сегодня наша передача. Подходит, француз. Или радиопередача. Ждем ваших вопросов. И вашу обратную связь. Как вам теперь удается управлять своими эмоциями. Вот. Какие плюшки вы получаете в результате. Делитесь в комментариях под этим выпуском. В дальнейшем будет видео обязательно выложено. Вот. Так что ждем и будем это учитывать при планировании следующих наших видео. Если это видео вам полезно оказалось, действительно, советуйте друзьям. Мы не наставили на то, чтобы это были прям репосты, но как бы советуйте, в конце концов. Мы это делаем для того, чтобы больше людей стали счастливыми, чтобы больше людей было, как-то могло, могло управлять собой лучше, да, могло жить эффективнее, могло жить счастливее, в конечном итоге. Да, могли управлять собой. Ну, соответственно, вот на это, на это ради этого мы не работаем. Лучше, эффективнее, интереснее. Поэтому делитесь, пишите нам свои вопросы, пожелания. Будем для вас готовить что-то интересное и, главное, полезное для вас. Спасибо, Ольга. Спасибо, Ольга. Вы тоже, мы тоже все очень классные. Спасибо. Ну что ж. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо всем, кто задавал вопросы. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо всем, кто будет смотреть нас в записи. И до новых встреч на MLP TV, самое полезное TV в мире. Следующий четверг ждем вас. Пока. До свидания.